Зайки на колыбельные. Зайка очень любил играть в разные игры. С папой он играл в догонялки. Это веселая игра, только маме почему-то она не очень нравилась. Маме больше нравилось играть в прятки. Зайке прятки тоже очень нравились. Ему вообще нравилось играть, а укладываться спать не нравилось. Поэтому Зайка всегда грустил, когда вечером мама говорила, Зайка, пора умываться и чистить зубки, скоро ложиться отдыхать. Ему было печально. Мама объясняла, что ложиться отдыхать надо, чтобы были силы. Но у Зайки и так было очень, но очень много сил. Иногда Зайка пытался сказать маме об этом и даже показывал, как много у него этих самых сил. Он мог бы бегать и прыгать еще очень долго, но маму было не уговорить. Зайка, пора умываться и чистить зубки, скоро ложиться отдыхать, снова повторяла она. Зайка собирал свои игрушки и грустно отправлялся умываться. Однако не все было так грустно и печально. Были в укладывании спать и приятные для Зайки моменты. Когда Зайка надевал пижаму и ложился в постель, мама приходила к нему в комнату, садилась рядом, нежно брала его за лапку и пела ласковым глазком ему колыбельную песенку. Мама знала колыбельных песен много-много, но самой любимой песенкой Зайки была колыбельная про кота. В песенке у кота была чудесная колыбелька и постелька, но у Зайки обязательно была лучше. Поэтому, когда мама садилась на край постели, Зайка быстро-быстро загадывала. Сегодня про кота мама нежно улыбалась. Хорошо, мой дорогой. У кота ли у кота колыбелька золота? У дитяти моего есть покраша его. У кота ли у кота периночка пухова? У маволи у дитяти да помягче его. У кота ли у кота подушечка хороша? У дитяти моего есть получше его. У кота ли у кота занавесочка чиста? У маволи у дитяти есть почище его? есть почище его да покраши его мама еще немного сидела рядом с зайкой нежно гладила его по спинке и лапкам заботливо укутывала одеялом мама а завтра ты споешь эту песенку еще раз посмотрим если успеешь загадать тогда я загадываю прямо сейчас бормотал сквозь сон зайка хорошо зайка договорились с улыбкой говорила мама спокойной ночи мой любимый а зайка ничего не отвечал потому что уже крепко спал мама гасила свет и еще раз нежно целовала своего спящего зайку в ушко